Добрый вечер в Украине 20.00. Выпери подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Убийство арестами. Виджея Кашка. Легенда Крымско-татарского движения умерла во время задержания. Европерспективы или еврозатишье? Петр Порошенко уехал на саммит Восточного партнерства в Брюссель. С чем вернется? Свободное падение. Британия вылетела из пятерки сильнейших экономик мира. Какие еще сюрпризы готовит Брекзит? Есть за что благодарить. Нынешний день благодарения в США самый дешевый за пять лет. Чем еще удивят американцы? Задержание со смертельным исходом. В Крыму во время спецоперации российских силовиков умерла ветеран крымско-татарского движения, 83-летняя Виджея Кашка. У нее не выдержало сердце. ФСБ обвинило группу крымских татар, среди которых и Виджея, в вымогательстве денег у иностранца. Когда людей начали хватать, женщине стало плохо, она скончалась по дороге в больницу. Виджея Кашка участвовала в национальном движении с 50-х годов минувшего века. Ее семья пережила депортацию и только в конце 60-х вернулась в Крым. Виджея называют человеком легендой. Несмотря на свой почтенный возраст, она принимала активное участие в национальном движении. О преступлениях российской власти в Крыму сегодня говорили в Брюсселе. В бельгийской столице сейчас находится официальная делегация Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на каждой встрече он будет поднимать вопрос о преступлениях России на оккупированном полуострове. Что еще украинская делегация обсуждала сегодня в Брюсселе? Каким будет резюме европейцев по итогам саммита Восточного партнерства? Финальную декларацию не утвердили до сих пор. Документ могут откорректировать на вечернем заседании самой влиятельной политсилы ЕС Европейской народной партии. Проект для Украины должен быть весьма позитивным, так заявил президент Порошенко, который с утра прилетел в столицу Бельгии. Все подробности знает Елена Абрамович. Из аэропорта сразу в Королевский дворец. Первая встреча во время этого визита у Петра Порошенко с бельгийским королем Филиппом. Пока президент обсуждал двусторонние отношения о европейских перспективах Украины, журналистам рассказывал еврокомиссар Йоганес Хан. Пожаловался, что поверка электронных деклараций в Украине идет очень медленно. Вопрос с экспортом леса Кругляка не решен. Так что в этот раз Евросоюз сфокусируется на помощи не политикам и большим организациям, а в первую очередь гражданскому обществу стран Восточного партнерства, заявил еврокомиссар. Существует проблема, что мы обычно работаем только с крупными организациями, но теперь они смогут заключить контракт с менее крупными, чтобы действительно охватить все гражданское общество. Это позволит дать людям достойную жизнь, возможность не эмигрировать, не покидать страну, а оставаться, работать для будущего развития. Брюссель придумал так называемые 20 шагов до 2020 года, которые помогут развиваться странам Восточного партнерства. Впрочем, с разработкой плана особых проблем не было. А вот над формулировками по итогу саммита в Евросоюзе спорили очень долго. Признавать ли европейские устремления? Напоминать ли о референдуме в Нидерландах, которым блокировалась Ассоциация Украины и ЕС? Предпоследний проект декларации, по словам президента, весьма позитивен для Украины. Проект того документа, который выносится на обговорение Европейской народной партии, это также абсолютно сильные поведомления о поддержке Украины, о засуджении российской агрессии, о поддержке Украины на шляху реформ и поддержке европейских прагнений нашей страны. Я полностью задоволен с встречей с паном Дональдом. Заседать Европейская народная партия планирует до 10 вечера. А с 8 утра пятницы лидеры стран Восточного партнерства и Евросоюза начнут пребывать на саммит. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Судья Гольник утверждает, что нападение на нее было организовано окружением полтавского мэра Александра Мамая, в частности, председателем Октябрьского суда Александром Ковжогой, который, по словам Гольник, представлял мэра в деле против нее. Напомню, вчера вечером Ларису Гольник и ее супруга жестоко избили. Преступники били женщину по голове дубинками с черепно-мозговой травмой и с отрясением она была госпитализирована. Я также напомню, что три года назад судья Гольник заявила, что нынешний мэр Полтавы пытался ее подкупить. Это именно та судья, которая смеленно назвала название кураторов коррупции в всей судебской вертикали. Мы берем под властный контроль право защиту, судья Гольник, расследование этого дела, и мы должны довести всей судебской общине, что честным судям нет чего бояться. Им нужно объединяться и вместе с другими депутатами, политиками, громадскими деятелями, боротися с системой. Скандальный следователь Дмитрий Бут сегодня не явился в НАПК, так что антикоррупционерам не удалось узнать, кто подарил ему собачку за 160 тысяч гривен. Чем грозит замначальнику следственного управления нацполиции игнорирование требований нацагентства, выясняли наши корреспонденты. То и за какие услуги сделал подарок ценой в 160 тысяч гривен полицейскому. Ответ на этот вопрос сегодня хотели узнать в НАПК. Однако замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрий Бут проигнорировал явку на допрос. На сегодня пана Бута вызвали на объяснение для соответствующего состава протокола. Разом с тем на 10 часов он появился. Мы его ожидаем сегодня протяжении дня. Как показывает практика, отсутствие человека, в случае, что она не появляется, это фиксируется в самом протоколе. Если коротко, это подарок, который был получен в неудачной форме в 2015 году. Поэтому коментовать беспосредственно, каким образом действовалось вручение подарка, кем и так далее, коментовать не буду. По словам юристов, согласно откровенно дырявому законодательству, Дмитрий Бут может в госагентстве и вовсе не появляться. Но при этом обязан ответить на вопросы на ПК письменно. Игнорирование запроса и нарушение закона непредоставления письменного пояснения в 10-й срок влечет за собой административную ответственность, человек может быть привлечен к ответственности, к соответствующей штрафу и так далее. Доставить Дмитрия Бута на допрос силой требуют нардепы. Опасаются, что если дело затянется, он может скрыться за границей. Мы наголошуем и напоминаем, что он был непосредственным участником мафии Януковича, близкою человеком к Арбузову и Клименко. Разом они пограбовали страну на миллиарды гривен. Подкрытаю, на миллиарды гривен. Завтра вы можете шукать Бута в Москве. И поэтому сегодня для того, чтобы добиться максимальной объективности в расследовании этой справы, чтобы не дать ему втекти, как его бывшие шефы Янукович, Арбузов и Клименко, к России, к Москве, к Ростову. Мы обратились к Антикоррупционному бюро, мы обратились к НАЗК, к других правоохранительных органов, к наших силовиков, с тем, чтобы негайно, подкрытаю, негайно его было, достал на допыт и после этого арештовано. Кроме подарка за 160 тысяч, шикарная жизнь Дмитрия Бута вызывает много вопросов. Например, как при годовой зарплате в 200 тысяч гривен он сумел приобрести две квартиры и три паркместа в шикарном столичном жилкомплексе. Семья Бута также владеет шикарным домом площадью 360 квадратных метров в поселке Гореничи и гостиничным комплексом на Бердянской косе. Ездит Бут с супругой на внедорожниках Volkswagen Touareg, а его дети учатся в элитных школах столицы. Старшая же дочь получает образование в одном из лучших учебных заведений Великобритании. Журналисты неоднократно писали, каким образом Бут получает свои премиальные. Это и рейдерские захваты предприятий, и курирование контрабанды на одесской таможне, и крышевание конвертационных центров. И от всех этих теневых схем ежегодно бюджет беднеет на миллионы долларов. После серии наших материалов в НПК решили таки провести полную проверку деклараций Бута. Мы ждем их и готовы помочь свершиться правосудию. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Украинские металлурги просят Евросоюз пересмотреть экспортные пошлины. В противном случае Украина рискует потерять европейский рынок сбыта металлургии. Об этом говорится в заявлении руководства Мариупольского медкомбината имени Ильича. В октябре ЕС ввел пошлину 60 долларов за тонну украинского металла, произведенного по технологии горячего проката. Для мариупольских металлургов это 80% экспорта. Если пошлину не отменят, это может ударить по экономике не только города, но и всей страны. Не наступали, а улучшили тактическое положение. В штабе АТО пояснили, как украинская армия оказалась на новых позициях в районе Горловки. Говорят, минские соглашения не нарушали, просто обесопасили себя от дальнейших провокаций противников. Все подробности знает Геннадий Вивденко. По неофициальной информации из наших источников, после долгих провокаций со стороны противника украинские войска перешли в контратаку в районе Светлодарской дуги. И вчерашнему вечеру освободили три населенных пункта. В течение недели украинские позиции у поселков Луганское и Троицкое наемники плотно трамбовали огнем из крупнокалиберной артиллерии. Постоянно провоцировали наших армейцев вылазками диверсионных групп. Ведутся обстрелы в основном, это каждодневные обстрелы из миномета калибра 122-го. Ведутся также обстрелы, бывает, из 150,2-мм самходных артиллерийских установок. Так что, в принципе, я бы сказал, минские договоренности нарушаются каждый день со стороны России. И, в принципе, мы находимся, вот видите, очень близко к Урагу, идется снайперский бой. Каждый день происходит столкновение с диверсионно-разведывательными группами, которые пытаются прорываться. В целом ситуация крайне напряженная. По нашим данным, сведенная штурмовая группа одной из бригад и международного подразделения грузинского легиона перешли в контратаку на участке Троицкое-Луганское. И с боями освободили, в частности, поселки Гладосово и Травневе на областной границе Луганской и Донецкой областей. И самое важное, закрепились на господствующих высотах, с которых оккупанты вели огонь. Эту информацию первым сообщил волонтер Юрий Мысягин. По словам украинских бойцов, в рядах оккупантов сейчас паника и хаос. Они уже давно сыплются. Мы действуем адекватно. Мы разумеем соглашение Минского договора. Особенно динам договоренностей говорят и в штабе АТО. Сила антитеррористической операции полностью дотримаются Минских договоренностей. Мы можем укреплять або переобладновать наши оборонные позиции на окремых дилянках фронту. Окремые подраздели могут покращивать тактические положения. Но мова про просувание вперед наразе не идет. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Американский десант. В Украину прибыли 250 инструкторов из США. Это военнослужащие 27-й пехотной бригады. Сейчас они на Явровском полигоне. 9 месяцев американцы будут тренировать украинских бойцов. Вместе с ними работают инструкторы из Канады, Польши, Великобритании, Литвы и Дании. Всего около 400 человек. За последние три года подготовку по стандартам НАТО прошли более 6 тысяч украинских солдат. Армия не только учится, она растет. Кабмин увеличил осенний призыв на 2 тысячи человек. Пополнить ряды военнослужащих должны 12,5 тысяч новобранцев. На это правительство дополнительно выделило 7 миллионов гривен. Таким образом, в Минобороны собираются усилить охрану арсеналов, баз и складов боеприпасов. И, кстати, бриться в армии больше не обязательно. Это еще одно новшество. Его уже одобрил министр обороны Степан Полторак. Носить бороду и усы можно во время учебных и боевых задач. Главное при этом соблюдать гигиену. Разборки боевиков в Луганске продолжаются. В российских СМИ появилась информация, что главарь, так называемый ЛНР, Игорь Плотницкий, вместе со своими подчиненными сбежал в Россию. Хотя, по данным других источников, он не покидал здание администрации в Луганске. Напомню, конфликт начался после того, как Плотницкий уволил главу псевдо-МВД Игоря Корнета. Однако, тот отказался уходить в отставку. Тем временем, первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хук запланировал встречу с главарем так называемой ДНР, Александром Захарченко. Будут говорить о безопасности наблюдателей миссии. В Минобороны Украины считают, что Россия использует ситуацию для усиления боевых действий на Донбассе. Кроме того, из-за конфликта боевиков жители Луганска не могут снять свои деньги. В банках и банкоматах Луганска отсутствуют боевые деньги. За предыдущую информацию, вся боевая была вывезена на территорию Российской Федерации. Пенсионеры, которые обратятся к работникам финансовых установок с目的 объяснение ситуации, сообщают, что деньги будут отсутствовать до конца прошлого года. Причины не сообщают. Снизить ставку ренты на новые газовые скважины. С таким предложением правительство обратится к нардепам еще до конца нынешнего года. Об этом заявил премьер во время визита в Полтавскую область. По словам Владимира Гройсмана, 12% ренты, а сейчас это 29%, станет стимулом для увеличения собственной добычи газа. Это одно из основных условий энергонезависимости Украины. Также важно упростить разрешительные процедуры в отрасли. Также отметил глава правительства. Ведь цель, по словам Гройсмана, сократить потребление импортного топлива до минимума. В Украину прибыла очередная партия американского угля. 73 тысячи тонн выгрузили в порту Южный под Одессой. Это уже четвертая поставка для компании «Центрэнерго». Американский уголь используют на украинских теплоэлектростанциях. До конца года ожидают еще 700 тонн сырья по 113 долларов за тонну. «Центрэнерго» не исключает, что стоимость топлива может и снизиться в будущем. Руководители фонда госимущества подозревают в незаконной приватизации. Дело касается событий 2013 года, когда Виталий Трубаров был руководителем столичного управления фонда. Об этом на своей странице в Фейсбук написал генпрокурор Юрий Луценко. Схема такова. Часть здания Министерства агрополитики отдали под пивной ресторан бесплатно, при условии, что будет проведен ремонт, который действительно сделали, но только на бумаге. Под этим договором подпись Трубарова. Вчера его допросили и должны были задержать, как пишет Луценко. Но согласно недавно вступившему в силу закону, теперь это не хлопоты ГПУ. Это хлопоты НАБУ. Поэтому и дело, и подозрения передали в бюро. Группу черных трансплантологов задержали в Киеве на центральном вокзале. Они сопровождали человека на операцию в Москву. Одного из подозреваемых нашли личные вещи и медицинскую карточку донора. Полицейские выяснили, что трансплантологи искали людей через интернет. Они предлагали бесплатное обследование. В случае положительного результата обещали заплатить за донорский орган весьма существенную сумму. Если не пересмотреть медицинскую реформу, то уже через 10 лет в стране не останется профессиональных врачей. Об этом заявил директор института сердца Борис Тадуров. А если зарплата для медиков останется на уровне 100 долларов, из Украины эмигрируют не только врачи, но и медсестры. Так считает известный кардиохирург. По его словам, президент уже пообещал ему взять решение этой проблемы под свой контроль. Теплое место. В Днепре налоги с предпринимателей вместо налоговой собирает некое коммунальное предприятие. Интересно, что большую часть денег оно оставляет у себя на счетах. В бюджет города попадает мизер. Сколько госказна теряет в год и кто стоит за этим таинственным посредником, выясняла Елена Миндалюк. Марина занимается бизнесом с 98-го года. У нее небольшой киоск на 8 квадратных метров. Продает овощи. Рассказывает, когда только начинала, договор заключила непосредственно с горсоветом и платила налог на аренду земли в горбюджет. Теперь деньги перечисляют на счет коммунального предприятия. Каждый месяц около 400 гривен. Когда я отчитывалась налоговой в конце года, то мне сказали, вы сейчас не платите налог на землю? Я говорю, да, потому что я плачу КП Благоустрий. Вот все вам договора, документы. А они говорят, так как КП Благоустрий нам не платит налоги, уже полтора года ни одной копейки не было перечислено. В Днепре официально работает около 5000 киосков. У каждого хозяина своя арендная плата, говорят в общественной организации самозахист предприемцев. В центре города она может достигать 10 тысяч гривен. Вот только куда уходят все эти деньги, непонятно. Нам рисовали очень сказочные перспективы, как будет 6-7 миллионов в месяц капать в казну городу, как город облагородится, появятся лавочки, деревья новые. Но мы видим, что мы уже больше двух лет платим, лавочки не появляются. Коммунальное предприятие создано не случайно, подозревает депутат гурсовета Дмитрий Хозин и уверяет, что там существует целая схема отмывания денег. Там есть как мертвые души, так и живые, но там зарплаты у них, у мертвых душ там были по 30 тысяч зарплаты, у директора КП 60 тысяч зарплата. Потом начинаются выводиться деньги на разные фирмы, которые там 700 тысяч, 780 тысяч, как бы просто как бы за демонтаж, ну явно за вышенные работы, которые сложно оценить. Гурсовете уверяет, готовы отчитаться за каждую копейку. В этом году за счет арендной платы с киосков заработали чуть больше 20 миллионов гривен. А все обвинения называют огульными. За 10 месяцев 2017 года было потрачено на демонтаж киосков 7 миллионов 78 тысяч гривен. Плюс еще 900 тысяч, опять же за 10 месяцев этого года, пошло на банальное хранение демонтированных киосков. В КП Благоустрии на данный момент, если не ошибаюсь, там порядка 50 человек. На оплату труда этих сотрудников пошло более 9 миллионов гривен. Предприниматели уже обратились в суд. Они требуют вернуть прежнюю схему расчетов и ликвидировать коммунальное предприятие, чтобы платить налоги непосредственно в горбюджет. Елена Мадалюк, Евгений Ковнецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В Ивано-Франковске обрушилась новостройка, погиб рабочий. Упало одно из перекрытий. Всего под завалами оказались 5 человек. Какова судьба остальных, разбирались мои коллеги. Обвал произошел около 8 вечера. Строители укрепляли балки, когда на них рухнула конструкция площадью более 200 квадратных метров. Под завалами оказались 5 рабочих. Троих нашли сразу. Еще одного спасатели вытащили через несколько часов. Три, четыре, поклали. Сейчас пострадавший в больнице. У него синдром длительного сдавливания, множественные травмы и рваные раны. Он поступал в свидетельствии, за скаргами на значную слабость боли в указанных делянках. Наразі за час пребывания станет стабилизованным. Вот он в свидетельствии, контактный, адекватный. Но еще потребует медичного догляда и нагляда. Одного рабочего спаси не удалось. Мужчину завалило множеством обломков. Известно, что погибшему было 70 лет. Под великим шаром бетона залишилась одна людина без знака життя. И, мурьерно, это бригада той бригады, которая працювала на месте этих работ. Корпус католического лицея начали строить в мае этого года. Все работы выполняла местная фирма. Сегодня, согласно решению Архстройконтроля, все работы приостановлены. Место обрушения под усиленной охраной. У компании подрядчика правоохранители изъяли все документы. Идет вопрос о изучении всей документации. Если не поддерживается технология или не поддерживается процесс в ведении в строительстве, это одно. Если был не качественный материал, то эти подпоры, которые были, или, как мы говорим, арестования, это второе вопрос. И третье вопрос, это, снова таки, людский фактор. Потому что, из слов главного инженера работодательства, по идее, в тот момент ни одного рабочего не должно быть там. Несмотря на обвал в католической школе, уроки сегодня не отменили. Но пообещали приостановить занятия с завтрашнего дня. На неопределенный срок. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковская. И лишь одна из шести пострадавших в смертельном ДТП в Харькове все еще остается в больнице. На этой неделе выписали двух девушек. Впереди у них длительный процесс восстановления. Напомню, вечером 18 октября «Лексус», за рулем которого была студентка Елена Зайцева, на большой скорости врезался в группу людей на пешеходном переходе. Шесть человек погибли, и еще шестеро были госпитализированы. О судьбе выживших расскажет Светлана Шакера. Во вторник из больницы выписали Оксану Берченко. В ДТП на Сумской погибли ее муж и младшая сестра Диана. Оксана до сих пор прикована к постели из-за травмы таза. С журналистами не общается. Ее родители рассказывают, как трудно было сообщить очнувшейся дочери, что ее самые близкие люди, сестра и муж, погибли. Мы ей говорили, что она упала с лестницы. Она ничего не помнила. Потом, когда мы ей рассказали, она, конечно, это все вспомнила. По себе на память не вернулась. Она все вспомнила, где, что и что к ней произошло. Мы сказали, что Саша, ее и Дианочки больше нет. По прогнозам врачей, на восстановление Оксане понадобится несколько лет. Потому что была тяжелая черепно-мозговая травма. Также перелом таза, внутренние органы. Поскольку там была операция легкие, ребра. Поэтому где-то около двух лет. Около двух лет максимум. Ей надо восстанавливаться. Периодически 6, через 5-6 месяцев необходимо лежать. Накануне из областной больницы домой отправилась и беременная Жанна Власенко. 22 дня она провела в медикаментозном сне. Ребенка врачам удалось сохранить. Жанна выписалась в удовлетворительном, абсолютно удовлетворительном состоянии. Чувствует она себя хорошо. Очень рада, что она наконец уезжает домой. Состояние ребенка стабильное. Из шести пострадавших в ДТП на Сумской в больнице остается лишь одна. Анна Камар из Кременчуга. Ее обещают выписать на следующей неделе. Небольшая поверхностная ссадина на голове. То есть там буквально поверхностная 2 на 2 сантиметра. Но мы хотим просто уже довести до логического конца и выписать ее в абсолютно здоровой. В полиции сообщили, осталось провести еще 8 экспертиз. Следователи сейчас проверяют версии подозреваемых водителей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Закончить следствие и передать дело в суд намерены до конца ноября. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. К полякам за советом. В Харькове сегодня по-соседски обсуждали, как организовать работу территориальных громад и где взять на это деньги. Там открылся украинско-польский форум местного самоуправления. Польша уже завершила децентрализацию и главы их громад утверждают, что главное это поддерживать бизнесменов, которые платят налоги и наполняют местные бюджеты. Но только самым слабым воеводством помогает государство. В Харьковской области уже создали 13 объединенных громад. Губернатор Юлия Светличная, которая тоже принимала участие в форуме, признает, что территориальные громады пока не имеют особого опыта управления, но они готовы учиться. Польша уже прошла этот шлях, поэтому будут рассказывать и представители головы ГМИН, Польши нашим руководителям ОТГ, как вести коммунальное господарство, как взаимодействовать с органами влади, как долучать инвесторов на свою территорию, что делать так, чтобы эффективность руководства ОТГ подвергнулася. То мы имеем опыт Польши, будем его также враховывать и двигаться своим шляхом, чтобы укрепить территорию и укрепить социально-экономическое становление не только области, но и Украины в целом. Польша не давала согласия на восстановление памятников ОПА на своей территории. Об этом заявил руководитель канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в интервью польским медиа. Фактически чиновника проверк заявление украинского посла. Ранее Андрей Дещиц заявил, что польская сторона согласилась на восстановление монументов, которые разрушили вандалы. Щерский также отметил, что Украина должна обеспечить, цитирую, хорошую атмосферу перед запланированным визитом президента Польши Анжиа Дуды в Украину. Польский лидер приедет в Киев уже в ближайшее время. Былое величие. Великобритания теряет мировые позиции. Она больше не входит в пятерку стран с крупнейшей экономикой. Кто обогнался Объединенное Королевство и как это повлияет на переговоры по выходу из Европейского Союза, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Из Евросоюза Британия еще не вышла, но вот экономический Брексит уже состоялся. Соединенное Королевство покинуло клуб богатейших стран мира. Экономический рост резко замедлился в прошлом году после референдума по выходу из ЕС. Фунт ослаб, потребительские траты уменьшились, а цены поползли вверх. Все это отбросило Британию на ступеньку вниз. И место в пятерке крупнейших экономик мира заняла Франция. Она присоединилась к компании США, Китая, Японии и Германии. Конечно же, ухудшение финансовой позиции Лондона ослабляет и ее позицию в переговорах по Брекситу. Мэр финансового центра Лондона Сити призывает правительство как можно быстрее вывести переговоры по сделке из тупика и заплатить Брюсселю столько денег, сколько он требует. Нам нужно понять, что мы сейчас торгуемся за гроши по сравнению с тем, что можем получить от хорошей сделки с ЕС в будущем. Мы должны как можно быстрее приступить к переговорам по торговле, чтобы дать ясность и уверенность нашему бизнесу в том, что он, как и прежде, может работать по плану А, а план Б пока отложить. Чем дольше длится период неопределенности, тем больше нервничают финансисты. Крупным компаниям проще перенести свой бизнес в любой другой европейский город. Зато они смогут работать по понятным европейским законам и не переживать по поводу налогов, которые, возможно, появятся после выхода Британии из ЕС. Ну а для Лондона это означает потерю тысяч, если не десятков тысяч рабочих мест. Правительство Терезы Мэй уже понимает, что тянуть дальше некуда и согласно идти на уступки Брюсселю. Своё изначальное денежное предложение Лондон собирается удвоить с 20 до 40 миллиардов фунтов. Правда, ЕС выставил счёт в 60 миллиардов. И пока непонятно, согласится ли на такую значительную скидку. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Боливар не выдержал. Инфляция в Венесуэле превысила рекордные 4000%. Страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Местная валюта Боливар обесценивается на глазах. Сейчас за один доллар дают 84 тысячи боливаров. По всей стране нехватка продовольствия и медикаментов. Внешний долг Венесуэлы составляет порядка 140 миллиардов долларов. В начале ноября президент Николас Мадуро обещал, что Каракас проведёт реструктуризацию долгов. В США отмечают сегодня День Благодарения. По традиции его нужно провести с семьёй. Поэтому более 50 миллионов американцев, чтобы навестить родных, отправились в дорогу. Это самое большое количество поехавших в гости людей за последнее десятилетие. О других громких цифрах этого дня и завтрашней чёрной пятницы Дмитрий Анопченко. День Благодарения всегда празднуют в 4-й четверг ноября. И американцы привычно берут отгул уже в среду, чтобы за получившиеся пять выходных навестить близких, живущих в других городах и штатах. Автомобильная ассоциация США подсчитала, в этот раз из дома уехали 50 миллионов 900 тысяч человек. Причём подавляющее большинство из них, 45 миллионов, на автомобилях. Экономика за этот год подросла, зарплаты немного подняли. А уровень безработицы самый низкий за все двухтысячные. Вот больше людей, чем обычно, и смогли позволить себе путешествовать. Подешевели и продукты. В этом году семейный обед ко Дню Благодарения стал самым недорогим за последние пять лет. Ассоциация фермеров издавна ведёт статистику и сообщила. В этом году традиционная запечённая индейка с картофелем, овощами и клюквенным соусом, а также традиционный тыквенный пирог, в общем, всё то, что принято подавать к столу на День Благодарения, обойдутся американцам всего-то в 50 долларов на компанию. То есть, в среднем, по пятёрке на человека. Американцы, в принципе, помешаны на статистике и скрупулёзно подсчитывают всё, что касается праздников. Подсчитали. За один только сегодняшний день жители страны потратят 2,8 миллиарда долларов. В основном на бензин, чтобы к семьям добраться, да на продукты, к примеру, ту же традиционную индюшку. Ну а завтра за праздником последует Блэк Фрайди, Чёрная Пятница, день распродаж и скидок. На следующий же день после праздника жители страны обычно штурмовали магазины. Ведь первым посетителям всё доставалось с огромной скидкой. Так было в прошлом, но сейчас традиция умирает. Никто не хочет стоять в очередях. И покупки делают в основном в интернете. Каждый второй опрошенный, признался, предпочитает кликать мышкой, а не штурмовать супермаркеты. Национальная федерация розничной торговли прогнозирует, онлайн-продажи превысят 100 миллиардов долларов. При этом многие опрошенные признали социологам устали от того, что Thanksgiving, добрый семейный праздник, по сути превращается в безумство шопинга. И намерены в этом году эти выходные провести с семьёй, а вовсе не в очередях в супермаркетах или у мониторов в поисках скидок. Из Соединённых Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». К новым выборам новый курс. Партия Пачдимона больше не требует одностороннего отделения Каталонии. Как пишут испанские СМИ, со ссылкой на представителя бывшего лидера региона, Каталонская Европейская Демократическая партия поддерживает переговоры с Мадридом. Это решение она выработала вместе с Левой Республиканской партией. Во мнению политиков, такой курс одобрят многие избиратели. Напомню, 21 декабря в Каталонии пройдут региональные выборы. Почему отель имени Трампа больше не имени Трампа? Придётся ли финнам по вкусу хлеб из сверчков? И сколько осталось жить человечеству? Обо всём этом в нашем обзоре. Роскошный отель на Манхэттене открещивается от Трампа. Фамилию президента уберут из названия пятизвёздочного «Трампсохо». Также гостиница прекращает сотрудничество с «Трампорганизейшн». Всё для того, чтобы сохранить клиентов. Отель в последнее время испытывает трудности в бизнесе. Во всём винят непопулярность политика в Нью-Йорке. Ослепительно яркая планета. Энергосберегающие лампы привели к небывалой засветке Земли, говорят учёные. И она спровоцировала световое загрязнение. Большинство светодиодных ламп излучают холодный голубоватый свет, максимально близкий к дневному. Это свечение влияет на растения и животных, изменяет их биоритмы и нарушает нормальную работу. Восстание машин неизбежно. Американский изобретатель Илон Маск предрёк человечеству гибель от искусственного интеллекта. Причём уже в ближайшее десятилетие. И риск растёт с каждым годом из разработок в сфере IT по всему миру. По мнению Маска, вероятность избежать такой участи всего 5-10%. Ранее такой конец человечеству предрекал британский учёный Стивен Хокинг. Куча мала. В пригороде индийского города Бангалор 58 солдат взгромоздились на один мотоцикл и установили мировой рекорд. Один человек сел за руль, ещё один встал сзади, а остальные поднялись на специально прикреплённые планки по бокам. В такой комплектации экипаж проехал 1200 метров. Достижения занесли в Книгу рекордов Гиннеса. В школу при минус 50. Нелёгким оказался путь к знаниям для детей из якутского села Аймекон. В регионе установились сильные морозы. При этом даже ученики младших классов бодро пошагали в школу. Занятия отменяют только при температуре минус 52 градуса по Цельсию. Исторический раритет за 10 долларов. Именно столько американский адвокат заплатил за старое фото на блошином рынке. Оказалось, это редкостный портрет Билли Кида, известного преступника 19 века, который стал одними из символов Дикого Запада. Цена находки может достигать нескольких миллионов долларов. Новый рецепт хлеба, богатого протеином, придумали финские пекари. Муку для него мелют из сверчков. На одну буханку уходит 70 засушенных насекомых. Правда, привозят сырьё из Нидерландов. Своих поставщиков финнам не хватает. Стоит такой хлеб 4 евро. Это на 2-3 евро дороже, чем обычный. Один в поле не воин, а дизинсектор. Американец снял на видео уничтожение огромного осиного гнезда в городе Паттерсон, штат Луизиана. Гнездо, которое соорудили шершни, занимало половину небольшого сарая. Дизинсектор разрушил его лопатой и опрыскал ядом. От укусов многотысячной армии насекомых мужчину защитил специальный костюм. Это все новости на сегодня. Завтра в пятницу итоги недели в этой студии подведёт мой коллега Алексей Лихман. А я вернусь к вам в субботу. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин